доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас на торговой сессии вторника продолжаем следить за фундаментальными событиями статистикой отчетами и анализировать разумеется совместно то к чему это статистика этот фундаментальный фон приводит фокусе нашего внимания на этой неделе в основном британская валюта потому что мы понимаем что фонд продолжает еще реагировать на прошедшую серию голосований да и собственно на этой неделе тоже очень важный вопрос связан с тем на какие сроки будет продлен официальный выход англии состава европейского союза ждем подробности друзья ну я не раз делал акцент на то что в принципе на мой взгляд ситуация ничуть не изменится и наконец-таки вчера я услышал в первые адекватные комментарии в частности с со стороны германии о том что чем дольше затягивать официальный выход англии состава с тем более жестким будет этот выход наконец-таки реально стоящий комментарий заявление которое на мой взгляд отражает ну все вот эти риски о которых я говорил уже не раз а очень хочется верить и надеяться друзья на то что вы остаетесь реалистами вместе со мной в принципе понимаете что если бы были возможности найти общий язык а между правительством и парламентом англии этот общий язык был уже бы найден и сейчас в играх время ситуация целом не изменится поэтому по британцу которую мы безусловно а продолжим говорить на этой неделе кстати очень много статистики сегодня мы уже будем разбирать данные по рынку труда англии в четверг который традиционно когда пересматривают процентную ставку объем выкупа активов меняются прогнозы мы видим голосование поставки протоколы то есть все в один день супер четверг называют обычно движение по фунту безусловно будут но уже не раз исходя из последних недель мы с вами могли убедиться что все-таки статистика она немного идет в тени вот этих политических рисков ладно фонси еще поговорим давайте плавно перейдем к содержанию экономического календаря текущей торговой сессии как я уже отметила 1230 рынок труда англии далее в 13 00 лично для меня более интересный отчет это бизнес оптимизм по германии от института азию как вы знаете есть две объективные оценки бизнес настроений оценки деловых экономических условий экономических ожиданий и веры как надежды как говорят простым языком в будущее ведущего основного локомотива еврозоны и целом все еврозоны есть два отчета это и файзью и фа тоже не такой объективный как зи вот сегодня мы поработаем с эталоном вот этих определений барометр рыночных настроений предпринимателей и посмотрите друзья на ожидания они соответствуют слабым прогнозом они отражают слабости экономики германии они отражают проблемы производственного сектора внутреннего спроса характерные даже не только для германии но и для всей еврозоны поэтому если есть возможность кстати многие экономические календари это позволяют можно провалиться непосредственно сам отсчет и посмотреть на графике как меняется и статистика если тенденция убедитесь в том что тенденция есть и она исключительно нисходящая поэтому я будучи продавцом по европейской валюты сегодня вот прям предвкушаю слабый отчет азию и уже заранее использую с потенциально слабую статистику как будто она уже вышла таковой чтобы добавить в портфель опять же аргументов почему евро нужно продавать 17 00 производственные заказы по штатам обычно статистика не имеет какого-либо серьезного влияния на доллар но сейчас возможно по реакции тоже не будет ничего интересного но этот релиз важен потому что буквально уже через сутки нас ждет заседание американского регулятора и пересмотр ставки канут ставки конечно же оставить неизменными пересмотр прогнозов того что будет происходить монетарной политикой дальше нас интересуют также прогнозы по экономическому росту инфляцию то есть производственные заказы друзья а в случае выхода слабых цифр могут лечь в основу ухудшение прогноза по экономическому росту потому что производственный сектор также один из основных драйвера для американской экономики также как и для любой другой экономики и замыкать день мы будем отчетом от американского института нефти отчета api в 2330 по московскому времени напоминаю что последние недели мы видели как статистика между api и от данными от минэнерго сша очень сильно коррелирует и как примеру по рынку труда я часто провожу такие параллели аналогии сначала у нас рынку труда сша и теперь потом он фарм перлс то же самое сейчас можно сказать и про отчет по запасам нефти сначала у нас предварительная оценка таки хотя это совершенно разные ведомства источники информации независимые между собой но мы их рассматриваем через плоскость корреляции между собой то есть сегодня есть высокая вероятность друзья того что запасы снова снизится если так то уже завтра мы будем с вами ориентироваться на данные от администрации аналитической информации в расчете на то что они также укажут на снижение на прошлой неделе мы видели как этот отчет от администрации аналитической информации стал очень хорошим бустом для котировок нефти мы устремились вверх и снова стали грезить вот этой целью в районе 70 долларов за баррель вот на этой ноте давайте перейдем к нефтянке 67 57 сейчас постепенно мы ползем выше я уверен то что 70 уже не за горами хочется нам уже потрогать этот уровень несколько недель подряд но на текущий момент фундамент уж явно способствует тому что наши ожидания будут вознаграждены вчера самое интересное на что можно было обратить внимание это еще раз озвученные обозначенные искренне на мой взгляд намерение саудовской аравии делать все возможное чтобы способствовать восстановлению баланса на рынке сокращению и точнее даже нивелированию предотвращение риска избыточного накопления нефти саудовская аравия продолжает активно сокращать производство нефти саудовская аравия является гарантом того что весь ближневосточный картель выполнит квоты которые были определены в соответствии с генетическим пактом соглашением конца прошлого года напоминаю что в рамках этого соглашения страны должны снизить добычу в течение первого полугодия 2019 года на 1 и 2 миллиона и по итогам прошлого месяца можно сказать что квоты опек выбраны выполнены на 90 процентов в частности заявление саудовской аравии о том что не в ближайшие месяцы а в ближайшие недели страна еще серьезнее сильнее сократить нефтедобычу позволяет друзья говорить о том что с рынка будет убрано 1 и 2 миллиона даже раньше конца первого полугодия 2019 года и вчерашний еще один комментарий может быть он оказал самое вдохновляющее воздействие на трейдеров то что страны ближневосточного картеля скажем так все участники энергетического пакта всерьез обсудят возможность продления этого соглашения до конца 2019 года то есть дополнительно будут обсуждать все вопросы еще большего снижения нефтедобычи на этом фоне несколько померка прогноз от администрации аналитической информации которые сообщили о том что в апреле на 7 основных шельфовых месторождениях в сша добыча нефти вырастет на 85 тысяч но это конечно же скромный показатель учитывать то насколько активно снижаются производства нефти в апель пока что соглашение работает друзья она уже стала причиной роста котировок нефти на 25 процентов с начала этого года я думаю то ли еще будет нам много в целом и не нужно 70 долларов за баррель мы доберемся этого уровня к тому же завтра у нас отчет от администрации аналитической информации доллар иена снижаемся 111 25 ждем заседание федрезерва ждем что скажет председатель фрс жером паул хочется отметить что сейчас на рынке подговаривают уже даже не только о том что в этом году фрс только единожды еще поднимет процентную ставку даже о том что это будет последнее решение вот в текущем цикле ужесточения денежно-кредитного курса и разгона процентных ставок то есть после еще одного повышения ставки верхний диапазон может составить 275 процента а в то время как еще в конце восемнадцатого года говорили о том что этот диапазон будет находиться на уровне 325 но мы видим то что времена меняются и в данном случае мы также как наверное и федрезерва будучи адаптивными понимаем что настроение влияют на доллар и раз фрс сказал что не будет значит и мы тоже не будем больше покупать американскую валюту я еще делаю большую ставку на снижение прогноза экономического роста после тех слабых данных которые мы получили думаю что как минимум на 0,1 процента ввп скорректирует прогноз на девятнадцатый год с двух и трех до двух и двух процентов ну давайте смотреть в принципе уже все было сказано что можно по доллару ждем дальнейшего снижения пары доллар и иена фунт против американца 13268 цепляется непонятно за что еще фунт я смотрю на него только как продавец в принципе понимаю что может быть из-за крайне насыщенного фундамента какие-то нотки позитива кто-то и уловил факте прошедших голосований но не я друзья можете критиковать меня сколько угодно на это как я не раз говорил есть торговый день который является бремени данном случае не такой уж это и бремя я уверен то что фундаментально фунт остается перекупленным поэтому согласен с заявлением германии о том что если сейчас согласует еще продление на два-три месяца там до июня даже обсуждают или даже до июля в конце концов бредит будет еще более жестким ну потому что уже будет совсем смешно если даже за этот период времени правительство не сделать ничего чтобы убедить парламента согласиться на ту сделку которую ранее предложил брюссель евро против доллара 1 1343 целыми друзья стека как торговая идея с уровнем 1 1360 собственно европейская валюта продолжает искушать судьбу испытывать удачу много завал заголовков есть по этой динамике растущий евро потому что в целом это очень много факторов против европейского валют это и неопределенность по брекзиту это и ситуация вокруг торговых споров между сша и китаем это и монетарная политика и слабая статистика бундесбанк отметил вчера что экономические рост из-за слабого производственного сектора германии в первом полугодии будет ну крайне удручающим это еще один стимул того чтобы мы и дальше с вами делали ставку на мягкую экономическую политику в общем по евро на мой взгляд все понятно но единственное что нужно вот ждать этого разворота я думаю что он уже не сгорает австралийство этих доллара 097 ниже снова 071 впереди ориентир мощной поддержки 070 очень долго мы пытаемся добраться до данного уровня опубликованы несколько часов назад протоколы очень много сделали акцента на рынок труда и большое спасибо им потому что я не собираюсь сейчас повторять основные тезисные момент этих протоколов потому что они не меняются на протяжении нескольких месяцев но все эти протоколы указывают на мягкую экономическую политику и ладно если резервный банк австралии сделал акцент на рынок труда давайте ждать четверг когда выйдут данные по рынку труда я думаю что безработица вырастет до 5 1 процента и резервный банк австралии убедиться в том что на рынок труда лучше и вовсе не возлагать большие надежды потому что потенциально это еще один якорь для австралийской экономики поэтому 070 50 как минимум я ожидаю до конца этой недели но в идеале бы конечно же 070 доллар канадец 1 33 33 вот такие котировки которые я выписал буквально перед началом брифинга мы отбились от уровня 133 продолжаем восстанавливаться замедление экономики канадской в свете последних данных по экономическому росту в свете проблем с ростом задолженности домохозяйства заставили фактически банк канады капитулировать в плане решения об ужесточении монетарного режима мы об этом говорили уже много раз и на прошлой неделе и вчера я надеюсь то что вы уловили сигналы почему канадцы нужно а продавать я жду пятничные отчеты по ручной продажи инфляции и ставлю на то что мы вплотную подойдем к отметке 1 35 уже до конца этой недели друзья на этом собственно все большое спасибо за внимание всего доброго до свидания